Уже много лет жители Сладкого мечтают о месте отдыха для детей. Этот вопрос они неоднократно обсуждали на сходах граждан. Но только сегодня у хуторян появилась возможность построить специализированную площадку для игр и занятия спортом. ТОС-поселение в 2015 году стал третьим в крае и выиграл грант в размере 200 тысяч рублей. Деньги общественники решили потратить на реализацию мечты. Наш ТОС занял третье место и по условиям конкурса выиграл там 200 тысяч. Эти деньги будут полностью направлены на благоустройство. В каком плане? Мы посоветовались с ТОСовцами и решили эти деньги направить на благоустройство. Что это под собой подразумевает? Это строительство детской площадки, межевание ее и строительство детской и спортивной площадки на улице Гагарина. Потому что Сладкий обделен таким оборудованием, детям некуда пойти. Улица населенная, детей много приезжает, в том числе наших много. Им некуда деваться. Поэтому решили вот в этом месте создать, начнем со спортивных площадок. В дальнейшем думаем разбить здесь сквер. Видите, прибегли вот детвора. Ой, как хорошо, мы будем здесь играться, мы будем тут, а это вот прибирают. Видите, прибегли все это детвора. Как хорошо, то нам негде играться, негде это. Ну вот будем ставить им. Тут как раз мы хотели там на Ленина сделать, но там никак, там дорога. Ну вот решили здесь, тут вот как раз бы им хорошо будет играться. Тут ни машин, ничего нету. Вот им тут сделаем. И тут детворы много, много детворы здесь. Вот чтобы они здесь игрались, никуда не бегали. Работа ТОСа идет в тесном контакте с администрацией Сладковского сельского поселения. Посовещавшись, определили место строительства площадки. Она будет находиться на улице Гагарина. На расчистку территории вышли активисты поселения и те, для кого организовали данное мероприятие – дети. Еще вчера здесь росли кустарники. Сегодня при помощи техники место подготовили для следующего этапа работ. Процент молодых жителей на этой улице гораздо больше, детей больше. Поэтому решили здесь. Ну и просьбы неоднократно высказывали, что детей много, да. На сходах граждане говорили, что детям некуда пойти, негде поиграться. На улице опасно. Поэтому решение было такое – сделать именно здесь, в этом тихом месте. Закрепим за этим участком, выберем еще председателя ТОС или кого-то, чтобы здесь соблюдался порядок. Около одного гектара отведено под строительство детской игровой и спортивной площадок. Также будущую территорию отдыха планируют озеленить. Здесь посадят несколько десятков кленов, в тени которых будут проводить свой досуг местные жители. Детская площадка игровая будет с различными курничками, лазалками, песочницей, грибочек, несколько лавочек для мамаш. И спортивная площадка совместно с казаками будет сделана здесь, спортивная площадка, то есть волейбольно-баскетбольная площадка комбинированная. Рядом будут находиться силовые тренажеры, турники, брусья. Казаки в этом деле нам тоже помогают. Но больше всех ждет завершение строительства спортивной игровой площадки местные детвора. Сегодня они строят планы на отдых, и он явно будет активным. Дети помладше мечтают о различных качелях, горках, о мальчишке, о футбольном поле. Подростки прилагают все усилия, чтобы в хуторе как можно быстрее появилось специализированное место для занятия спортом. Я очень рад, что в нашем поселении появится площадка, и сам занимаюсь российской территорией. Здесь нам будет играть очень удобно. Мы сами хотели здесь сделать футбольное поле, и играем уже очень долго. Мы собираемся с друзьями, чтобы поиграть в футбол. Мы сегодня палки собирали, шифер, стекла. Здесь много чего было. Здесь раньше мы хотели сами вот это вот уже скоро скосить. Нам это надоело. Все время мяч улетает, и мы ходим, все время покушаря мыщим его мячик. А теперь тут будет поле хорошее. Мы теперь не будем искать долго его. Неудивительно, что сладковский ТОС особый акцент в своей работе делает на подрастающей поколении. Дети – это наше будущее, и фраза «все лучшее» детям никогда не потеряет своей актуальности, говорят общественники. Все для детей надо сделать. Ну, а что в розовом есть, у нас ничего для детей нет. Они бегают, то по дороге, то на лесопетах, то туда-сюда. Говорим, давайте нам площадку надо сделать. Ну, сделаем теперь. Построить своими силами игровую площадку и место для занятия спортом оказывается совсем нетрудно. Местные жители осознали, что они сами могут изменить мир, сделать его лучше, красивее. А то, что сделано своими руками и сообща, особо дорого и ценно. А если еще и выигрывать гранты, то можно и гуры свернуть. Надо делать, ну, чтобы оно хорошо было. Хочется, чтобы наш хутор красивый был. Чтобы нам хочется, чтобы все было у нас в хуторе. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...